Как развить сверхспособности? Многие вам скажут, зачем, не надо, это плохо, это пагубно на вас повлияет. А знаете, почему они это говорят? Потому что они боятся, что если вы раскроете в себе какие-то сверхсилы, то вы станете намного лучше и выше их в таком плане. А они будут вас бояться, что как так? Я, допустим, такая дура, ничего не могу, запилась уже, валяясь в канаве. А кто-то, знакомый, развил себе такую сверхсилу, что может контролировать людьми, получать деньги, когда ему это надо. И в подобном плане. А развить, это довольно-таки процесс сложный, если вы не предрасположены к этому. Это надо начать заниматься, допустим, самым простым уроком. Это как видеть ауру человека. Ну, сначала можно как проверить, как видеть ауру свою. Потом можно заниматься дальним зрением, чтобы, как говорится, берете предмет и смотрите там через каналы, как он был сделан, кому он принадлежал, в какое время это было, и что случилось с тем человеком, где он сейчас и тому подобное. Но, чтобы к этому приблизиться, на какой-то шаг, надо начать заниматься медитациями, духовными практиками. Но для начала надо заняться открытием всех чакр. Ведь открытие всех семи чакр дает возможности заниматься всем, чем захотите. Потому что это, как говорится, единственный вариант, что первая ступень развития. Но также после открытия нужно еще удержать эти чакры. Кстати, открытие чакр третьего глаза, если у вас нет предрасположенности такой, то лучше этого не делать. Потому что вы начнете видеть всяких сущностей, параллельных миров, которые могут вас как пугать, так и интересовать. Но в основном, если какой вы человек какого уровня, то такие существа к вам будут попадаться на глаза. Потому что, как говорится, к какому эгрегору вы относитесь. Потому что вот у человека есть несколько видов эгрегора. Эгрегор зла, эгрегор добра, эгрегор более такого страдания, это было бы неправильно сказать, что эгрегор у человека один-одинственный. Общий? Да. Один-одинственный. Но также человек же, он так как несовершенен, у него есть свои подэгрегоры, которые к этому всему могут вести. Поэтому не нужно об этом забывать. Что человек такая несовершенная личность, и он только хорошими усилиями, стараниями может всего добиться. Также, когда вы этим начнете заниматься, у вас будут очень большие возможности для развития той или иной силы. Это, кстати, вам очень поможет для осуществления нашей, допустим, далекой мечты, о которой вы мечтали. Будем получить хороший дом. Это очень, так, хорошая идея. Этим заниматься, если бы болит машина. Поэтому... Поэтому, так, занимаетесь этим. И никого не слушайте. Потому что они это говорят из зависти, что они не хотят, чтобы у вас что-то было, а у них нет. Это уже идет алчность человека, что вот... Они не любят, когда кому-то хорошо. Они хотят, чтобы хорошо было им, а вам было плохо. Так что самый хороший способ, если вы видите таких людей, делайте им назло. Это очень хорошо помогает в плане своей самооценки и все, в общем-то, таким образом. Поэтому... Это вот так, смотрите. Так что если вы будете как следовать своим целям, то всегда добьетесь открытие всех истин, которые есть. Но если вы найдете человека, который скажет, зачем это тебе не надо, там это тебя погубит или что-то там с тобой сделает, плюньте на этого человека. Это сразу видно. Это человек недоброжелатель к вам. Даже бывают родители, так говорят детям, потому что, вот, допустим, родители чего-то достигли очень там усиленными трудами, и они видят, что... Если их ребенок сделает вот по-другому, там откроет себе какую-то частичку сверхвозможностей, то он это сделает намного быстрее и легче. И родителям это может не понравиться, что вот они прошли через такой трудный путь, а тут их ребенок идет по более легкому пути, не слушая своих родителей, как они ему советовали, что как лучше-то делать. Поэтому смотрите, делайте как вам лучше и как это будет проще. Чем, как говорится, проще, тем и жизнь веселее. А если откроете в себе все, то тогда будет настолько хорошая жизнь, что заживете очень хорошо. Поэтому действуйте. Также будут еще продолжения таких видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, канал Атлеологс. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok